приветствую вас возьмем гости и братья и сестры приближается при обожении господне главный вопрос который сейчас задают можно ли кушать яблоки до приображения есть такое конечно суверное понятие что нельзя вкушать пока не светишь потом потому что яблоком согрешили дам ева вкусив из-за этого выгнались в рая на самом деле они в принципе то не яблоко ели если захотите напишите в комментариях сниму видео все-таки какой плод съели адам ева в раю но тем не менее появление яблочного спаса в простонародье который правильно называется преображение господа нашего из христа связано и освещение плодов до с греческой традиции который календарь греческий пришел на руси и по их календарю который мы приняли стали освещать плоды лозный это виноград но виноград не везде у нас есть поэтому его заменили яблоком ну как пример да когда мы вспоминаем вход господня иерусалим господа встречались пальмы ветвями но у нас нет пальму то есть сочи в тех краях да чаще всего в теплах но у нас есть вербы которые к этому времени созревали поэтому появилась вербная до воскресенье именоваться так и здесь по благочестивой традиции люди собирали плоды и приносили их освещать знак благодарности кого со благорений возникает конечный вопрос так можно ли вкушать яблоки до приображения придите в храм если ужить яблоки ранее начинают уже портится пусть батюшка мама крапит и святителя кушайте греха в этом нету а вот прийти на праздник в благере господа за его благодеяние и преображение нужно храни господь аминь